Сценическое воплощение Салтыкова-Щедрено требует, вернее, ставит перед режиссёром и актёрами Весьма сложные задачи и огромные трудности Салтыков великий русский сатирик и великая страница в истории русской сатиры вслед за Гоголем Невероятное, невероятное происшествие, невероятность обстоятельств и в то же время гипертрофированность чувств Есть особенность художественного языка этого великого писателя Мы называем это обычно одним коротким словом «гротеск», но «гротеск» очень сложное и очень глубокое понятие в искусстве И если читатель воспринимает это силой своей читательской фантазии За всем этим преувеличением, за всем этим гротеском легко прочитывает великую правду писателя То, когда стоит задача перевода литературы в сценическое, в театральное, в драматическое То эту правду нужно заново открыть средствами уже драматического искусства И эта задача весьма сложна, потому что важно не только не разрушить эту читательскую правду А важно ее обогатить, обнаружить то, что не обнаружено читателям с первого взгляда Раскрыть истинную глубину художественного величия великого русского сатирика «Современная идиллия» — один из крупнейших, один из самых замечательных романов Сергей Владимирович Михалков не ставил перед собой задачи инсценировать весь роман Вероятно, эта задача невозможная Я думаю, что он сделал правильно, поставив перед собой задачу только первую часть Да и эта инсценировка не является в истинно драматургическом смысле законченной пьесы Это литература на театре Это как бы особый новый жанр, который и требовал особого и режиссерского прочтения, и актерского воплощения Я люблю этого писателя давно, мне пришлось ставить много лет назад в театре комедии «Помпадуры» и «Помпадурши» И это моя вторая встреча с Алтыковым и Щедрином на сцене театра «Современник» Была весьма для меня интересной Встреча с новым коллективом, который должен был решать эту большую задачу, весьма серьезной И мне казалось, что этот коллектив, всегда ищущий новые выразительные средства Был для меня интересен в воплощении этой великой сатирической прозви Телевизионное воплощение этого нашего сценического произведения Требует еще большей тонкости, потому что экран ставит несколько иные задачи, чем сценическое пространство И как решена всеми нами эта задача, будете судить вы, наши телезрители Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня со мной произошло совершенно необычное, я бы даже сказал, невероятное происшествие Прогуливаюсь я нынче по Невскому и вдруг встречаю, кого бы вы думали? Алексея Степановича молчали Да, 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 того самого Он уж сильно постарел, хотя и преуспел на своем жизненном поприще Да, так вот, встретились мы с ним и говорит он Да нет, такой говорит, что привел меня в состояние совершенно неописуемо И так я после этой встречи взволновался, что первой моей мыслью был поделиться всем услышанным с другом моим давним, Глумовым Я спешил сообщить ему об этом странном калеквиуме, дабы общими силами сотворить по этому случаю совет А затем будет надобно и план действий начертать Да, помилки, говорю я, Алексей Степанович Но ведь это уже начинает походить на мистификацию А как хотите, говорит мне молчалин, понимаете, мистификация там, не мистификация А мой вам совет таков, погодите Погодите? Погодите Да что ж, спрашиваю, это значит Приноровиться, что ли, уметь вовремя помолчать, позабыть кое о чем Думать не об том, об чем обыкновенно думаете Заниматься не тем, чем обыкновенно занимаетесь Ну, например, спрашиваю А вы, говорит, в еду ударьтесь Гуляйте больше, папироски набивайте Да, 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 вот Письма родным пишите А вечером, говорит, картишки засядьте Вот это и будет значить, погодите Сделал, понимаешь, мне ручкой и бывай здоров Да Чудак Даже руки порядками не пожал Да нет, я же тебе объясняю Сделал вот это вот ручкой и бывай здоров Чуть вот так ты И не объяснил ничего толком Некогда, говорит, мне объяснять Такие вещи следует сразу понимать Я, говорит, свое дело сделал, вас предупредил А последуете вы моему совету или нет, это уже вы сами Извините, я, говорит, так, по ходу дела в департамент спешу Ну? Как тебе это нравится? Да, чудак Да, чудак Он и ко мне заходил Кто? Молчалин И тоже советовал Тоже так Ручкой сделал Так, так, так Живи, мол, как хочешь, думай, что хочешь Да что же ты с ним сделаешь-то, а? Что он нам доказать-то хочет? То, что знакомство наше для него не ахти и благости никакая не шел Так, по ходу действий забежал, приду придет, ручкой сделал и... Да-да-да-да-да-да И ничего не объяснил А я посмотрю, дураки вы или умные Если умные, то сами до всего дойдете А крыль дураки-то уж Это мы-то Нет, я понимаю Я понимаю, он нам добра желает Но, знаешь, объяснить все же следовало По правде-то говоря, нет нужды в объяснении То есть как так нет? Вот так вот Нет и нет Я вот сам до всего своим умом дошел Ты до чего дошел-то, глупого? Не молчалин, чудак, а ты чудак Тебе сказано, погоди Ну и годи Я вот собственным движением сказал Глумав, нужно, брат, погодить Купил табаку, гильз и шабаш Ем, сплю, гуляю, пасьянс раскладываю Папироски набиваю и гожу И не объясняюсь И тебе не советую Ибо всякое поползновение к объяснению Есть противоположное тому Что на русском языке известно Под словом Годить День прошел И слава Богу Именно Именно Самое главное Это победить в себе Всякое буйство духа Жить и все Знаешь что, брат? Перезей-ка ко мне Вместе с вами ходить веселей будет Да Правильно Ну Спасибо тебе Спасибо тебе, друг Ну Я тогда к тебе завтра же, ладно? Завтра же и перееду, а? Глум Ну А чего ждать до завтра, а? Я, может, тогда нынче вечером и переберусь Ну, конечно Вместе с тобой будем по городу гулять И калачи филиппские покупать Вдвоем будем годить, а? Вдвоем-то, верно, легче Вместе будем удивлять мир Отсутствием поступков И опрятностью чувств Удивлять мир Отсутствием поступков И опрятностью Чуть-чуть. После большой прогулки по городу Санкт-Петербургу мы сочли, что программа на нынешний день уже исчерпана и изрядно уставшие вернулись домой. Вот так вот, как мы с тобой нынешне, каждый день вершак по 15-20 обломаем, через дней 10 и совсем замолчим. Да, а ты знаешь, Глум, а так как мы с тобой вдвоем, так годить хорошо, а можно, оказывается, можно проводить время, хотя и бесполезно, но в то же время по возможности, серьезно. А как вот осматривать достопримечательности нашей столицы, мы поневоле проникаем с чувством возвышенного. Да. Особенно проходя мимо памятников воскрешающих страниц нашего славного прошлого. Посмотришь на такой памятник? Сразу все без слов, ясно. Да. А имена-то какие, Глумов, а? Какие имена? Екатерина, Орловый, Потемкин, а? А державе, державе, помнишь это? Богоподобная царевна, киргизской, садской орды, которой мудрость несравненна. А это, помнишь, Глумов, ну, вихрь полуношный, ведь и богатырь тянет чела с посвиста пыль, а? Ты подумай, а, вот каждому, каждому умел старик державен комплимент сказать. Глумов, а у тебя что, калачи-то от Филиппова? Нет, от Филиппова. А говорят, у него там в пекарне тараканов много. А мало чего, говорят, вкусные будете себя. Глумов, а, Глумов? А вот думал ты когда-нибудь, как вот этот самый калач? Что калач? Ага. А вот родословную-то его, а? Ну, как вот эта пшеница в закроме лежит, у кого лежит, как этот человек засохой идет, напирая на нее грудью. Ну что, ну что, опять? Опять? Ну, а бустайки не зачищит свой. Да ну, Глумов, ну, я же совсем немножко, правда, ну, совсем немножко. Да я же, я немножко поговорю, то хода не будет. Нет. Наоборот. Даже время быстрее пройдет. Да пойми ты. Ну, не об этом мы сейчас думать с тобой должны. Подвиг мы с тобой на себя взяли. И должны этот подвиг выполнить. Вот я, к примеру, знаю, что мы сейчас с тобой кофе с калачом пьем, и все. И тебе только и это знать советую. Ну, правильно. Ну, извини. Ну, извините. Ну, извините. Да в самом-то деле, ну, пока нет. Да какое мне дело, кто эту муку производит, как производит. Я вот кофе пью, калач ем и все. Да ты меня золоти, я в следующий раз этой глупости не скажу. Ой, ты прекрасно сделаешь. А сейчас кофе попил? Попил. Калач поел? Не поел. Займись. Попилоски крути. Ого, ухраня. Ого, господи. Красавица, погоди, Белые рощи Подожми. Казалось, какая-то блаженная дремота, словно легкая дымка укачивала наши тела. Ой, не спит, ран залегли, бывало, мы до двух часов ночи словесно летели, темнули, а теперь завалились в девять часов, как будто крайне обед не собрались. Ты, я, не спишь? Нет. А ты? И я не сплю. Свечу зажечь? Нет, погоди. Ой, больше сюда сняла. Ой. Чего? Есть хочешь? Хочу. А ты? А я там на всякий случай в буфете два куска вечерней припаса. Давай, давай. Во. В кабинет вошел. Поворотил в переднюю. Вступил в столовую. В буфет поляк. В тарелки звяк. Обратно идет. Когда человек собрался годить, все ему интересно. Способность к наблюдению изощряется почти до ясновидения. И мысли приходят во множестве. Уточина его. Давай закусим. Это давай. Витчура. А знаешь, Глумов, а хорошо ветчиной на ночь закусить. Спаться лучше будет. Глумов, а Глумов, а вот думал ты когда-нибудь, как вот эта самая ветчина ветчиной делается? Ну что, ну что, опять? Опять? Ну подожди, Глумов. Ну нет, ну подожди. Ну так нельзя. Ну давай, ну немножечко. Ну а ты сам скажи. Ну вот как эта ветчина ветчиной делается? Ну свинья раньше была. Ну зарезали ее, распотрошили, окорока провесили, посолили. Вот она тебе, ветчина ты ей сделала. Вот кому эта свинья принадлежала? Кто ее выкормил? И почему этот человек с ней расстался? А теперь вот мы, которые никого не выкормили, окорока этой свиньи едили. Ну что, ну? Тебе сказано, погоди. Ну сказано, ну... Тогоди! 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 Да я же... Все! Что? Все! Что? Все! Ну подожди! Все! Гожу один! Ну Глумов! Глумов, ну голубчик, ну нет, ну так нельзя! Ну Глумов, ну ночью ведь нас же никто не слышит, мы же одни! Ты пойми ты! Если ты теперь сдерживать себя не будешь, ты в другой раз язык свой обуздать не сумеешь! Выдержка нам нужна! Воспитание! На каждом шагу мы послабление себе готовы делать! А ты так сумей овладеть собой, что, ежели сказано тебе, погоди! Годи везде! На всяком месте и со всей готовностью и от всего сердца! Даже когда один сам с собой где-нибудь так наедине находишься, и тогда годи! После этого случая дело пошло уже окончательно на лад. Мы годили со вкусом, в охотку, с удовольствием! А пожарили, ты говорил, Глумов! Это только в первое время надо на себя подналеть! А потом все пойдет! Само собой! Подожди! Завтра я велю окрачок запечь! Так вот, тепленький, тепленький, тепленький! И велю его на стол подать! Вот посмотрим, что ты мне тогда споешь! Окрочок! Теплый! А знаешь, Глумов, Это своего рода Сюжет! О! Сейчас хорошо заметил! Сюжет! Ой, господи! Как хорошо! Ой, хорошо! Ой, хорошо! Сам кровь усталый и вежды, мы предавались внутренним созерцаниям. И изредка потихоньку вздрагивали. Преданные исключительно телесным заботам, Мы в короткий срок настолько дисциплинировали свои естества, Что чувствовали позыв Только к насыщению. Ни науки, Ни искусств Ни интересовали нас. Мы не заглядывали в книги, Ни следили ни за открытиями, Ни за... Ни за изобретением. Даже чтение газетных строчек Сделалось для нас тягостным. Мы уже больше не годили. Мы просто-напросто Превратились. Даже Молчалин, Ежели бы заглянул к нам, Нашел бы, что мы превзошли все его ожидания. А... Соответственно, С этой жизненной практикой Сделалась у нас и наружность. Мы глядели тупо и невнятно. Не могли произнести кряду Несколько слов, не впав в одышку. Топырили губы И как-то странно шевелили ими. Точно собирались сосать собственный язык. Даже случайный прохожий, Увидев нас, скажет. Вот. Две идеально благонамеренные скотины. А? Что? Что? Чуть бы он не заснул. Ну да. Чайку бы сейчас. Можно чайку. С вареньем? Или без варенья? Без варенья. Без варенья. С каким? Без варенья. С вишневым. Без варенья. Чаю. С вишневым. Без варенья. И вот однажды... Ой! Да и позабыть мне прошлого, что дровила жизнь. Хочу в твоих объятиях я счастье ощутить. Теперь я снова счастлив, теперь я жить хочу. И то, что было прошлого, за дверью предаю. Хочу тебя с одной особой познакомить. Да? С какой особой? Особо примечательной. Да? Вот тут ходит все, вынюхывает, высматривает. Дипломат полицейский. На днях шел по двору нашего дома, слышал, как он у дворника расспрашивает. Скоро ли революция в четвертом номере будет? Я его взял за шиворот, привел сюда, говорю, на! Смотри. Пусть докладывает то, что видит. Надо, чтоб все ему про нас известно было. Но, боюсь, не рано ли. Глумов, кому докладывать-то? Ну зачем? Нет. Не рано. Может не надо? Надо. Нет, не надо. Надо. Пусть наша жизнь у него на глазах протекает. Заодно нам и компанию и в картишке составит. Как его зовут-то? Кого? Ну особый, это, кого? Кшипшицюльский. Кшипшицюльский. Шупш... Как? Откуда же фамилия такая? Не знаю я его фамилии. Как-то так прозвал случайно. А он, к удивлению, ему сразу начал откликаться. А вскоре Глумов познакомил меня с Кшип... Кшипшицюльским. Он стал у нас бывать каждый день, каждый вечер. Только спать уходил в квартал. Эта особа была для нас большим ресурсом. Он составил нам компанию в карте. И являлся порукой тому, что мы можем спокойно смотреть в глаза будущим... ...покуда наша жизнь протекает у него на глазах. Сядь. 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 Медто добрый. То бардто добрый. То бардто добрый. А как вы, панове, думаете... Бог есть? А тебе это какое дело? Ты сдавай. Все же ж, я, например, думаю, что его зов всем низ. Ты молодец, когда карты-то сдаешь, ты их вот так вот, кусант, не подноси. Чтоб для вас удовольствие сделать, я же готов 15 разряду сдавать, и все то же самое и будет. Десять без козырей, вот-то ига, вот-то доброе, вот-то доброе. Слушай, имя вношен, потому что уж так сделано есть, что ежле человек не образован, он имеет, обязан працувать. А ежле человек образован, он имеет гулятику. Слушай, иначе революция будет. Слушай, ты, вот ты, ты в суде-то часто бываешь, а? А я же не часто, а какой же суд безмены. Да? Ну и что там, а? Ну как там? По правде-то сказать, наступит когда-нибудь время. Тогда в суде буфет будет. А-а, тебе в суде буфет есть. Правда? Как хорошо, что в суде буфет есть. Рюмку водки выпить можно, котлетки и закусить. Бипштекс подарут. Да, удивительно. И водки ропиться, и правосудие получить. Все можно, все можно. Удивительно. А-а, а Иван Тимофеевич, до вас интересный... Кто? А-а, все прошу. А-а, Иван Тимофеевич. Иван Тимофеевич. Иван Тимофеевич. Иван Тимофеевич. Иван Тимофеевич, квартальный наш. Тот самый, ты не ошибся? Тот, тот. Благодеятель наш. Да, но... Не Muž de... Сам имеет. А Надыщ че встретил меня. Як дела не куртали. Скоро ли революция налетейная имеет? А ты что?! Идет чтоorg. Я говорю тихо. Тихо. Пока. Ну pra… А вон, 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 что? А он говорит, а ты не урешь? Не верит, что я так и сказал. Я говорю, зачем мне врать? Мы с ними каждый вечер в Сибирку играем. Ты поберегай нас, брат, поберегай. Спасибо, Тимон, спасибо. Подожди. Он-то, он-то что, поверил? Ну, как ты-то обо всем полагаешь? Он вот так головкой покачал. Да не так, ну не так. А так, да? И еще он сказал. Я говорить, может, их еще сам лично навещу. Попей. Прошло совсем немного времени, и мы убедились, что Кшепшицульский не соврал. Ох ты, ох ты, сильно же тяжкий есть. Хорошенькая у вас квартирка-то. Очень-очень даже удобненькая. Ох ты, ох ты, коричьи наши тяжкие. Садитесь, господа. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Кто, кто, Иван Тимофеевич? Да вы, да. Иван Тимофеевич. Наняли квартирку, сидят по углам. Ни сами в гости не ходят, ни к себе не принимают. И думают, что так таких никто. И не отгадают. Иван Тимофеевич, мы надеемся, что последние наши усилия будут приняты начальством по вниманию. Да, и послужат, до некоторой степени послужат извинением тех недоразумений, Иван Тимофеевич, которые произошли отчасти по неразумию. Отчасти и просто вследствие дурных примеров. Да, и дурных... Нет, и вот голоса... Садитесь. Господа, садитесь. Замолтался я с вами. Господа, прощайте. Иван Тимофеевич, ну а что так скоро-то, а? А может быть, венца? Венца это после. На свободе когда-нибудь. А вот от водки и сию секунду не откажусь. Чем скуситесь, мой? Кусок черного хлеба с солью и больше ничего. Господи, какой человек. Господа. 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 Благодарствую. Так. Чуть было не забыл. Шел мимо, дай думаю, зайду, проведаю. К себе домой в квартал на чашку чая приглашу. Вот так вот. Так что милости просим завтра ко мне пожаловать. Музыка, танцы и все такое прочее. Сочтем. За великую честь. Будем рады. Прощайте, господа. Проводи. О! 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 Вот это да! Глубов... А, Глубов, что делать-то, а? Что делать, а? Что и прежде. Годить. Только еще в большую меру годить пора, настала. А завтра квартал. На чашку чаю. Устал я, Глубов. Что? Устал. Устал? Ты устал? А я, думаешь, не устал? Я не устал? Нечего, брат. Нечего. Ничего, брат. Ничего. Шипшесюльский. Ой, Господи. Скажи, Шипшесюльский, в чем нам завтра идти? В сюртуке или во фраке? Нет, нет, погоди. Что делать-то заставить, да? Что, русского писателя петь вниз по матушке, по Волге? А я вот не пою. Ну, подожди. Ты знаешь, ну, подожди, ты знаешь, я не пою. Может, просто поставить, что в водке-то скажут, пейте, люди, благонамеренные. Водка будет непременно. Ну, а пить, может, и не заставят. А чего? Чего заставят-то? Философически разговор заведут. Философически? Философически. А потом, может, и плясать прикажут. Мой Иван Тимофеевич есть дочка. Отос. Лично девица. Мой Иван Тимофеевич есть дочка. Мой Иван Тимофеевич. Мой Иван Тимофеевич. Мой Иван Тимофеевич. Дзинкую бардзо. Приглашение такого лица вам большую честь сделает. До видзенье. А ведь Иван Тимофеевич прочит нас с тобой в полицейские дипломаты. Ты что? Глума, Глума, а вдруг он, как чудолюбивый отец, прочит одному из нас руку и сердце своей дочери. А что? Если смотреть на этот брак с точки зрения самозахоронения... Глума, голубчик, ты что говоришь-то? Ну, ты что? Ты что? Ну, если места сыщиков он предлагать будет... Да, ну, ты что? Ты! Ты не сдай! Сыщиков! Что ты заладил там? Сыщиков, почему он так думает, что? Не думаю, я. Во-первых, предусмотрительность никогда не мешает. А во-вторых, Шипши-Цюльский на днях не жаловался. Не прочен, говорит, я. Глума, ты как хочешь. А я? А я скажусь больным. Да не выйдет ничего. Вверх, больным ходить нельзя. Нет? Выфера позовут. Засвидетствует, еще хуже будет. Шшшш! Говорит мне решительно. Если будет склонять по одиночке, ты что ему ответишь? Не надо! Не надо об этом! Все! Не надо! Как не надо? Не надо! Как не надо! Не надо! Не надо! Не надо! Это же внутренне! Все! К этой чашке чая подготовиться! Вот! Собраться с мыслями, всеобразно желаемого результата! Господи! Квартал! На чашку чая! Мысли испычивать будут! Мы почти не спали и только и думали, что о предстоящем визите к Ивану Тимофеевичу. Долго и тревожно беседовали об чашке чая. Наконец наступил этот вечер, и мы отправились в квартал, где были приняты в гостиной самим Иваном Тимофеевичем. Милости просим, господа! Проходите! А мы уж давненько здесь веселимся. Музыка, танцы и все такое прочее. Садитесь, господа. А вас попрошу сюда. У меня? Да. А вас сюда. Притворил-ка, братец, дверь. Да нет, с другой стороны. Мы ж тут не танцуем. Постой! Постой! Слушай, вели там на стол накрывать. Белорыбецу, сишка копченого. Белорыбецу вели нарезать. Сдавай. А мы пока посидим, подождем. Садитесь, господа. Спасибо. Ни днем, ни ночью. Покоя минуты нет. Как и вовремя. Сравните теперь еще, как прежде квартальный жил. и как он нынче живет. Артон, приезжает у нас и была одна, болячка, пожары. А нынче... Старается, старается. Водки не забудь. Именно с оттоном. Так, просите меня, о чем я? Трудно вам. Трудно вам. Да. Садитесь, господа. Ну-ка, скажите мне, знаете ли вы, что такое внутренняя политика? Иван Тимофеевич. Иван Тимофеевич... Так вот, эта самая внутренняя политика вся теперь на наших плечах лежит. Неужели что? Да, да, на нас. Да, на городовых. Иван Тимофеевич. Иван Тимофеевич. Тимофеевич. Иван Тимофеевич. Иван Тимофеевич. Иван Тимофеевич. Он не боялся. На пожаре, говорит, он теперь, я свет увидел, на пожаре, говорит, и жизнь кончу. И вообще, говорит, никаких склонностей, кроме пожаров, не имею. А голос действительно есть. А брендмистеру, друг мой, такой голос свой как нужен. И поет замечательно. Прекрасный романс. Века пройдут, а он не устареет. Прошу вас, господа. Знакомьтесь, господа. Молодхин. Брандмейстер. Браво. Прудентов. Письмоводитель. Садитесь, господа. Спасибо. С Богом. Да. А я все-таки говорю, что подлинно душа человеческая бессмертна. Да никакой души я не видал. Отчего не видал, того не знаю. А я, хоть и не видал, но знай, не в том штука, чтобы видяче знать, это всякое может. А в том, чтобы и невидимое, завидимое твердо содержать. То есть, кажется, не видяче знать. Так. Так. Вы, господа, каких об этом предмете мнений придерживались? Я? Хотя бы и вы. Душа. Она... Господа, для того, чтобы ответить на ваш вопрос совершенно правильно, нужно прежде всего обратиться к источникам. Да. А именно. Ежели имеется статья закона или хотя бы начальственные предписания, коим разрешается считать душу бессмертной, то всеконечно сообразно с ним надлежит и поступать. Ежели ни в статьях закона, ни в начальственных предписаниях прямых в этом смысле указаний не имеется, то следует ожидать дальнейших по всему предмету распоряжений. для дальнейших по всему предмету распоряжений. ловко, брат. Продолжайте. А теперь я желал бы знать ваше мнение еще по одному предмету. Какую из двух ныне действующих систем образования вы считаете для юношества наиболее пригодную и с обстоятельствами настоящего времени сходственную? То есть, классическую или реальную? Я? А хотя бы и вы. Вы. Классическая? Да. Ну? Господа, откровенно говоря, мы даже не понимаем вашего вопроса. Никаких двух систем образования я не знаю. А знаю только одну систему. И эта одна система может быть выражена в следующих немногих словах. не обременяя юношества и с лишними знаниями всемирно внушать им, что назначение обывателя в том и состоит, чтобы беспрекословно и со всей уготовностью выполнять начальственные предписания. если сии предписания будут классические, то и исполнение должно быть классическое, если же сии предписания будут реальны, то и исполнение должно быть реальное. Вот и все, господа. Зачем? Никаких других систем, ни классических, ни реальных. Мы не пристаем. Нет, не пристаем. Браво. Превосходно. Браво. Теперь, че, нежели б сам господин частный пристав спросил у меня, Иван Тимофеев, в каких здешнем квартале имеется обыватель, на который в случае чего можно было бы положиться, я бы его высокородию, как перед Богом на страшном суде ответил бы, вот. Я каждый день Богу буду молить, чтобы все прочие обыватели такие же у меня благонамеренные были. Браво, господа. Браво. Я хочу с вами танцевать, Кадри. Да, с вами. Поздравляю! А вы нам будете играть. При большом удовольствии. Стопайте. А мы сейчас. А теперь, господа, когда для вас все так благополучно Если бы она разрешилась, прошу вас. Друзья, можете вы своему начальнику удовольствие сделать? Господь! Бог! Нет, есть Бог его. Нет, 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 нет. Верю, о прошлом речи нет, все забыто. А вот знаете ли вы, что это, ежели бы немножечко, вот чуточко, шабаш, точка. Пан Тимофеевич, неужели вы могли подумать об этом? Да-да-да, понял я вас, очень хорошо понял и говорю пардон. Пардон? Пардон общий, будьте без сумления. Пардон так тому и быть. Надо бы мне с вами обстоятельно об одном дельце потолковать. Интересный дельце, и для меня так очень даже важное. Какое дельце? Иван Тимофеевич, да вы, главное, прикажите. Иван Тимофеевич, вы знаете, Иван Тимофеевич... А вы нам прикажите, Иван Тимофеевич. А вы нам прикажите, Иван Тимофеевич. А вы прикажите нам, а вы прикажите. Не-не-не-не, дельце-то вот какое. Так, есть у меня тут в квартале... Господа, милости просим на пожар. Эта зима как-то необыкновенно нам удалась. Рауты, пожары, званные вечера следовали один за другим. Нередко бывали именинные пироги и замечательно большое число крестин. Потому что жены городовых поминутно рожали. А мы веселились, не ограничиваясь одним своим кварталом, нет. Мы участвовали в веселостях всех частей и всех кварталов. Эта рассеянная жизнь имела для нас с Глумовым ту выгоду, что мы значительно ободрились и побойчели. Мы сделались своими людьми в квартале. И даже принимали участие в занятиях разного рода комиссий. Но вот прерванного пожаром разговора Иван Тимофеевич так с нами и не затевал. Господи... О, простите. Третий день, бьемся, бьемся, никакого толку. Иван Тимофеевич... Терпенье. Терпенье, господа. Написано довольно, да, признаться, не очень-то мне нравится. Иван Тимофеевич, а вы как к предмету-то приступили? Вы исторический обзор, к примеру, сделали? Какой такой исторический обзор? Ну, как же, что вы? Ну, нельзя же без исторического обзора. Надо сперва исторический обзор сделать, какие в древности насчет благопристойности порядки были. Затем обязательно нужно сделать обзор современных иностранных законодательств. Нет, ну, господа, ну, как же без исторического обзора? Ну, что же вы, что вам в голову придет, то вы и пишете, что ли? Прямо от себя. Имеем в виду одно обстоятельство. Чтоб для начальства, как возможно, меньше беспокойства было. Да, вот к тому и пригоняемся. Интересно, интересно. Иван Тимофеевич, поменять все и получится очень хорошо. Иван Тимофеевич, позвольте, я возьму это с собой домой. Одинка на два. Иван Тимофеевич! А что, а что и прекрасно, друзья, и прекрасно, возьми. Возьми, сделай, милость, возьми, поправь. Я ведь и сам вижу, что не того. Спасибо. Голод. Да. Голод. 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 Я здесь что-нибудь подпущу. Устных преданий, народной мудрости. Ну, и славно, господа, и славно. А теперь, друзья, у меня дела единого свойства и теперь уже безотлагательны. Прошу вас. Будьте здоровы, друзья. До свидания, господин Глумов. А вот вы не торопитесь. С вами-то я и проведу свой интимный разговор. Со мной? Да, вы не пугайтесь. Что касается господина Глумова, то в случае необходимости мы и его введем в курс дела. До свидания. До свидания. До свидания. Услуги, мой друг, прошу. Услуги. То есть, какие услуги, что называется погроб жизни. Вот какой услуги. Давно это у меня делал на душе. Давно собирался. Еще тогда, когда вы предосудительными делами занимались. Да, давно подходящего человека для этого дела подыски. И вот нашел. И вот нашел. Вас нашел. И вот на архитектуре. Обещайся, что вы мою просьбу выполнили. Иван, 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 Иван. Да, да, да. Достаточно вы поревновали. Верю я вам. Верю. Ну-с. Так приступимте прямо к делу. Ну, так и с Валей телевидич, есть тут у меня приятель один. Такой друг, такой друг. Да, приятель. Вот я и говорю, есть у меня тут приятель один. Ну, словом говоря, Арамонов Ануфрий Петрович. Купец. И есть у него... Вы как насчет фиктивного брака одобряете? Очень даже одобряю. Вот, вот именно, ежи. Сам по себе фиктивный брак это поругание. Поругание, но... Ну, а ежели по обстоятельствам, мой друг, и закону переменно бывает, как изволит выражаться наш господин частный пристав. Да, я помню. А вы что-то хотели сказать? Нет. Нет. Так вот, я и говорю. Есть у господина Парамонова штучка одна. Штучка? Подружка. Не знаю, как и выразиться. Я образованно в пансионе училась. Не желаете ли вы с этой особой вступить в фиктивный брак? Я не могу сказать, что не понял его вопрос. Привет. Я даже очень понял, даже в висках у меня застучал. Но, с другой стороны, я ощущал на себе какой-то гнет, который сковывал все мои чувства, мешая им перейти в негодование. И даже каким-то самым обидным образом подчиняя их инстинкту самосохранения. Что с вами, голубыч? Ну, Иван Тимофеевич, ну, почему же именно я-то? Ну, Иван Тимофеевич, ну... Слушай, если ты насчет вознаграждения беспокойся, не опасайся. Ануфрия Петровича теперь и на будущее время не оставит. Ну, помилуйте, ну, Иван Тимофеевич, ну... Иван Тимофеевич, ну, ладно. Что касается относительно брака, то я даже не знаю, могу ли я назвать себя лицом вполне соответственным. Послушай, друг, да ведь от тебя ничего такого-то не потребуется. Съездишь в церковь, пройдешь вокруг налоги три раза, у кухмистра Заветаева примешь угощение дело с концом. Ты в одну сторону, а в другую, мило, благородно, но... Я слушал эти речи, и мне казалось, что я нахожусь под влиянием какого-то безобразного сна. Ужасно сложные чувства угнета у меня. Ну, с одной стороны, ну, мне и благонамеренность хотелось хранить. Ну, а с другой стороны, я говорил себе, ну, нет. Вокруг налоги меня не поведут. Нет, не поведут. Господи, ой! Ну, хоть бы его бы сейчас он хватил бы апоплексический удар, ой! Господи, ну, если бы потолок бы сейчас обрушился бы и придавил бы его одного. С Fiace Стоун, господи,ID,А-и-и! Ну, пошли мне чудесные сверхъестественные избавления! Господи, ну, пошли мне чудесные сверхъестественные избавления! Господи, ну пошли мне чудесные сверхъестественные избавления, господи, пошли мне чудесные сверхъестественные избавления, господи, господи, господи. Иван Тимофеевич, вот он, вот кто нам нужен, господин Балалайкин. Господин Балалайкин, господин Балалайкин, а я-то, а мы, а и в самом деле, а, господин Балалайкин. Ах, закусить. Ремочка пропустит. Нет, 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 Ваня, нет, нет. Кто такой? Не могу, к сожалению, спешу, спешу, наши дела адвокатские. Простите. Что? Простите. Есть у меня индивидуин. Оно. Взыскание на него у меня, так надо бы подстеречь. Есть. Лейба из Альсона. С удовольствием. И даже с кремленьким. Слушай, а ты никак помолодел, а? Поверни, сделай. Ну, я посмотрю. Нет, друзья мои, в следующий раз, а сейчас спешу. Спешу. Как? Там в бумаге все объяснено. Затем прощайте. Прощайте. А, нет, стой. Нет, стой. Нет, стой. Нет, стой. Нет, стой. Стой, стой, стой. Ой. Фух. Слушай, а мы ведь только что вот о тебе говорили. Да. То есть не говорили, а чувствовали. Олили. Кого-то, Миш, не достает. Ой. А ну, вот он. Слушай, а ведь у меня до тебя дело есть. Так, я могу тебе уделить ровно три минуты. Слушай, скажи, ты всякие поручения исполняешь? Всякие. Дальше. А, ты уж м nan to get sick and you're OK to visit. У тебя тут ваше время не было Hakimiredia Это лучше тской сроднику? Да нет. Прufficient ли ты? Это whack? Ну ведь ты жеうわокий. Затем дано мне надо даст твой, а утранок на Jacimuraчьим lent threads У него особо одна. Ну, знаешь, вроде как подруга. Да штучка, ну, душенька! Ну, не знаю, как по-вашему, штучка, душенька. Слушай, так вот есть у него желание, чтобы эта подруга-то в законе была. Чтобы, значит, в метрических книгах, ну, и все как полагается. А между тем, что вы, понял? Судовался. Судовался. Слушай, ну и что ж ты за это возьмешь? Она ведь брат по-французски знает. Так прежде, нежели ответить на твой вопрос, позволь мне со своей стороны задать другой. Да. Кто? Тот смертный, в пользу коего вся эта механика задумана? Нет, брат, прежде ты скажи. Прежде ты. Прежде ты скажи. А уж потом и я отвечать буду. Ну, потому что, ежели это дело затеял, к примеру, хозяин твоей мелочной лавочки, так, друзья мои, напрасно мы попусту и время зря тратить будем. За сотенную бумагу. Я и марать-то себе не намерю. А, ежели я назову Парамонова? Слышал. Ну, это мы с ненавиднее в картишке сражались. Ой, блядь, блядь. Сколько? Все, сколько. Сколько, господин Парамонов, назначенный особо денег? В год пройти? Ну, как тебе сказать, одевает, обувает, экипаж, квартира. Хорошо, содержит прилично. Меньше, как двадцатью тысячами, пожалуй, в год не опернется. Ой, слушай, ты ведь и штучка-то хороша. Вот так. А лишь ли учительство господин Парамуров меняло? Ростовщик, а с таких господ за уродливость и старость берут вдвое. Так навряд ли мы с вами ошибемся, друзья мои, предположим, что означенная сумма должна удвоиться. Так, предполагай, пожалуйста. Пойдем дальше. Имущество недвижимое оценивается по десятилетней сложности дохода. Омне, оме, оме, комфорту. Имущество недвижимое, как то мебель, художественные ценности, квартир. Подлежат оценки при судействии экспертов, так ли я говорю? Ну так-то-то ведь тут... А в смысле экспертизы здесь самым лучшим судьей является сам господин Парамуров, который тратит на ремонт, а значимые особые, сорок тысяч рублей в год, тем самым определяя годовой доход с нее. Не с нее, а ее. Не будем спорить о словах. И так пойдем дальше, шепляв цифру сорок тысяч, как базис для дальнейших наших операций, помножив ее на десять, мы тем самым определим сумму нашей движимости цифрою четыреста тысяч рублей. Но и эта сумма могла бы быть признана правильной, если бы дело ограничилось только одной описью, но за описью неопладимы следуют торги. Ну какая цена на торгах, это мы предположить не можем, какая цена стоит. Но и эта сумма моего гонорара определяет само собой восемьдесят, а для круглого счета сто тысяч рублей. Ой, 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 ой. Цельные минуты я с вами задержался, друзья мои. Ну что же, буди мои условия будут признаны необременительными, прошу мне, как говорится, иметь в виду. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сто тысяч. Иван Тимофеевич, ну ведь это дельце-то, ну ведь это такое дело, что дешевым-то образом его никак не обставишь. Да ну, диву бы за дело. Такой с удовольствием. С удовольствием шел бы. Ну а вы какое вознаграждение желали бы? Для вас, может, и двухсот тысяч мало будет. Иван Тимофеевич, выслушайте меня, я прошу вас. Иван Тимофеевич, ну, вы ведь давно видите и знаете мое сердце. Вы знаете, страдаю ли я отсутствием готовности служить на пользу общей. В деньгах я не особенно нуждаюсь, потому что получил обеспеченное состояние от родителей. А что касается моих чувств, то их можно выразить в двух словах. Я готов. Ну, Иван Тимофеевич, Иван Тимофеевич, ну, А вот будет ли с моей стороны добросовестно отбивать у Балалайкина куш, который может обеспечить его на всю жизнь? Иван Тимофеевич, он же бедный человек. Иван Тимофеевич, ну, вы же знаете, вы же знаете, что несмотря на весь свой лоск и шик, он с каждой минуты все больше и больше погружается в тот омут, на дне которого лежит. Долговая тюрьма. В доказательство, в доказательство. Вот, пожалуйста, 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 пожалуйста. Записка, записка о взыскании с Мещенина, лей бы из Эльсона, 100 рублей. Ну, понимаете ли вы, Иван Тимофеевич, какие у него дела? И как ему нужно, позарез нужно, чтобы на помощь ему явился какой-нибудь крупный дешефт, вроде того, который представляет из себя затею купца Парамонова. Ну, Иван Тимофеевич, ну и потом. Ну, не вам же придется платить-то эти деньги. Ну, нет, нет, Иван, Иван Тимофеевич, ну, я понимаю, ну, Иван Тимофеевич, ну, я понимаю, но Балалайка заломил цены уж совсем несообразные. Но, Иван Тимофеевич, я уверен, я уверен, он уже раскаивается и горько клянет свою несчастную страсть к вастовству. Иван Тимофеевич, а вы призовите его. Призовите, приласкайте, скажите ему пару прочувственных слов. Вы увидите, он тотчас же съедет на 10 тысяч, а может быть даже на 2. Ну, да он уже, наверное, позабыл, что 100 тысяч сорвался у него с языка. Ну, а почему он назвал цифру 100? Ну, а почему? А почему не 200? Почему не миллион, а? А не потому ли, Иван Тимофеевич, не потому ли, что цифра 100 значится в записке о взыскании слейба из Эльсона? Вот, и он вам завтра принесет записку о взыскании двух рублей и, соответственно, с этим и требование свое уменьшит до 2 тысяч. Ну, Иван Тимофеевич, ну, я не говорю, что это так. Ну, думаю, что догадка, догадка это не безосновательная. А потом? А потом? А ежели бы, ежели бы он окончательно становился на 10 тысячах? А? А это? Это немного. Да-да, немного. Потому что линца это. Ах, какое линца. Молодец. Ну, 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 ну! Да! 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 Да и что Ванду наконец? Ну, что Ван-то? Ну, что? А ему же, Иван, ему же грозит долговая тюрьма! Иван, Иван, долговая тюрьма! Ну... Хватит! Ну, что ж... Поглядим! Подумаем! Странным образом, моя судьба переплелась с судьбой баловайки. Он не давал о себе знать. Иван Тимофеевич... Иван Тимофеевич... Моя судьба переплелась с судьбой баловайки. Поглядывал на меня, как ты хищна и деловита. А для меня... Для меня речь шла, как бы, о жизни и смерти. У меня появлялась мысль бежать в свою деревеньку проплеванную. И закупориться там до конца дней. Я жил в каком-то странном кошмаре. Штучка Парамоновская стала являться во сне. И наяву стал видеться. Свадьба. Вокруг налое ведут. Нации посажают. Все уходят, уходят. А я один на цепи сижу и лаю. Глумов, он тоже сначала смеялся надо мной. А потом сам говорит. Пойдем, говорит, и спросим у баловайкина в лоб. Будет жениться или нет. И цену пусть назначит божескую. Разузнали адрес, пошли. Вот, ну, в приемный. У баловайкина. Ой. Погло. Что делать-то? Что делать? Не теряй головы, держись. Угу. И женись тоже ничего страшного на худой конец. Не всерьез. Ну, нет. Нет. Вокруг налое меня не поведут. Нет, не поведут. Господи. Удавлюсь, а не поведут. Тише ты. А в крайнем случае укажу на тебя. Тише. Укажу, как на более достойно. Удавлюсь. Ой, труща. Ну, ну, не надо. Ну, сядь. Ну, я тебя прошу. Ну, не надо. Ну. Видишь? Человека потревожили. Доброе утро, господа. Доброе утро, господа. Доброе утро. Через пятнадцать минут я пошел. Нет. А может быть мы... Ушел. 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 Тебе не кажется? Ничего мне не кажется. Подожди ты. С делой милость не кричись. Лучше посмотри, куда мы с тобой попали. Куда? Вот где живет балалайник. Где? Не узнаешь? Нет, не узнаю. Квартиру Тарьи Семеновной не узнаешь. Дай Семену что-то забыли. Кубариху нашу. Пансион для благородных девиц без изучения иностранных языков. Бог не живет в балалаке-то. О, веселое время-то было. Ах ты молодость наша, молодость. Бедный Дай Семен, царство и небесное. А я на лестнице подумал, а потом говорю, господи, нет этого быть не может. Чего здесь только не было. Кто только в этой квартирке воспитание-то не получил. Да, многие из ее школы вышли, которые теперь-то ага, а мы вот. Хороша она была по педагогической части. Слыши. Пахнет. Она. Дай Семеновна. Она. Она вот эти самые духи употребляла, когда гостей поджидала. Ее духи. Она жива. Она здесь. Разрешите представиться? Дай Семеновну. Перед вами человек из вилистой судьбы. Вот уже пять лет моя жена, она везде удовлетворение ищет. Моя жена содержит гласную кассу суд, а я редактором составил. На, при газете. Краса Демедрона. Чижик, Пыжик, где ты был? На фонтанке да водку пил. Выпил рюмку, выпил две, закружилась в голове. Друг, ты не узнаешь, кто это? Нет. Хотя, как будто я его где-то видел. Это же топер из заведения Дарьи Семенны. Это же очищенный. Иван Иваныч! Иван Иваныч! Иван Иваныч, это ты? Помнишь, как ты на фортепиано трикал? Нет, я не помню. Господи, помнишь, как я поднес тебе рюмку водки, настоянную на воспламеняющих веществах? Это вот буль-буль-буль-буль. Ну, конечно. Иван Иваныч, подожди. Иван Иваныч, подожди. Иван Иваныч, прошу тебя. Друзья мои, не расстравляйте, не расстравляйте старых, но не заживших еще ран. Вся моя жизнь, это тяжелая, тяжелая скорбная история. Как ты вырос. Господи, как ты похорошел. Жена меня еженедельно крова лишает. Она могла бы не брать плату за содержание. Не говорите, милостивый государь, моя жена. Господа, господа, ведь есть совсем другие жены. Совсем другие жены. Вот жена Балалайкина, например. Что? Что? Жена. Восемь дочерей имеет. Нет! Живут они близ царского села. В величайшей бедности получают Балалайкина в виде воспособления, но никак не больше десяти рублей в месяц. Не дыши меня! Не дыши! Ну хорошо. Балалайкин наезжает туда раз в неделю, ни одна душа об этом не знает. Стоп, слушай. Стоп. Все пропало. Что? Что пропало? Стоп, слушай, ты свидетель игры нашей молодости. Вон к лависичке стоит. Иди, сыграй что-нибудь. Чижик, вы же помнишь? Ну помню, как не помнить. Балалайкин, женат. Ужайся. Что-нибудь придумаем. ? Что же это такое? Значит он соглашался вдвоежонство. Мы должны были этому содействовать. Ой, господи! А может, это и к лучшему, а? Конечно. Тогда мы окончательно свою благонамеренность выкажем. А что остается-то? Что вот... Вот сидеть, да глазами хлопать, да? Вот кажется, чего лучше? А нет, нет. Загвоздочка-то есть. Разве вот... Разве истинно благонамеренный человек? Разве он так поступает? Нет. Истинно благонамеренный человек, он... Нет, ну конечно, он глазами хлопает, это так. Но с другой стороны, он ведь и некоторые деятельные черты проявляет. Конечно. Конечно. Двоежонство. А иначе не спастись. Надо прямо бить на двоежонство. Общий уголовный кодекс защитит нас от кодекса уголовно-политического. Теперь у нас есть цель. Во что бы то ни стало, женить балалайку на штучке купца Парамонова. И надо мужественно идти к осуществлению этой цели. Клумов. Клумов, голубчик. Как ты смотришь насчет двоежонства? История Парамонова. История Парамонова. Эбриков. О-о-о! Я вижу, мы уже хорошенько перезнакомились. Ну что же, простите, пожалуйста. План наш ясен, неотразим. Прежнее наше письмо возымело действие? Возымело, господин Блалакин. Только нельзя сказать, что вполне благоприятное. Вот и ответ. Простите, пожалуйста. Простите. Ежели ты, щенок, будешь еще ко мне приставать, то я тебе врожу. Что значит, ты щенок? Кстати, он мовый тунг. Вы щенок, а то дело другое. А с июм? Конечно, ответ не совсем благоприятный. Хотя, с другой стороны, сердце женщины, знаете. Ну что же, ежели и эти письма не помогут, будем сочинять еще новый до победного конца. Со стихами бы, господин Блалакин. Пожалуйста, например, вот это вот, например. Да. Из Виктора Гигоку. Хорошо? Ой, хорошо. Она по-французски не понимает. Так ведь и вы по-французски не понимаете, говорите хорошо. Неизвестность, новоображение действует. Есть такая потребность в человеке. Господи, я могу по-русски, например, вот это вот. Кудри. Кудри, девочки, родейки. Кудри, блеск и аромат. Кудри, кольца, кудри, змейки. Кудри, бархатный каскад. Тесназа в штуках. Кудри, блеск и аромат. Кудри, блеск и аромат. Я нынче, как дороже, совершенно свободен от хождений и приглашаю вас со мной позавтракать. Прошу. 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 Спасибо. А, господа, прошу. Что, где хочется, совершенно свободно. У меня, конечно, не бога вещи, что, но все же лучше, нежели этот ваш знаменитый Пекин. Отменное угощение. Вот это вам не селянка в Трампире. Да, господа, рекомендую. Мои лжесвидетели. Сейчас в нашем деле без лжесвидетелей никак нельзя. Я от четырех до шести человек содержу. Двое постоянно приду, там на всякий случай. Тыми, падай, пошли вон. Шли вон. Так. Балакин, у нас делится, делится к тебе. Господа, обдели потом. Нет, подожди. Потом рекомендую, господа. Балык прислал мне из Коканда бывшим мятежным ханом Наср-эд-Дином. Двадцать фунтов балака и один глинирный кувшин воды за то, что я ему невесту подыскал. Что ты говоришь? Ни, ну, воды не зачем? А у них там вода в редкости. Тут он вообразил, что невест как мне угодит. Да, господа, много мне пришлось перипетий испытать с этим ханом. Я ему трех невест в течение двух месяцев переслал, а ему все мало, представляете? А я осмелюсь доложить. У меня есть на примете одна девица. Она и в отъезд согласна. Хороша девица. Да подожди. Хорошо, будем иметь удоб. Только вы знаете, у меня и сейчас отбою, знаете, от невест нет. Даже молодые люди приходят. Ну, это правда. Звонок за звонком. Странно, однако, что, знаете, за все ваши хлопоты он вас только балыком да кувшином воды отблагодарил. Ханны, 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 ханны. В мире вообще нет существ неблагодарных их. Он мне потом прислал двух шакалов. А черт-то мне у них. Я поездил на них неделю по Невскому, потом плюнул и отдал в зоологический сад. Они забывают, как-то понимаете, и кучера покусали. К тому же ничего, кроме бешфтексов, эти каналии не едят. Балалай, ну пойми, ну у нас делится к тебе. Балалайкин, у нас действительно к тебе есть один вопросик. Друг мой, обделив потом, потом обделив. Господа, фиги, рекомендую фиги. Это мне и Юб Паша презентовал. Господа, аромат какой. Попробуйте. Я ему сведениц одно в дипломатических сферах выведу. Балалайкин, ну пощади. Да ты себя уже в измене отечества обличаешь. Ладно, что я не понимаю. Я сведения выведу, а лучше за сведения сражения потерял. В усилии в этом. Ну понятно, ну понятно. Ну я ему предупреждал. Я ему сказал. Я ему сказал. Ну выигрыш ты сражения. Тебя Европа образовывание засует. Прегреш, тебя твои турки будут судить. Подобавил отставку. Вот я не послушал. Не послушал, Сав. Сапрыгал. Жаль, Юма. Вы знаете, да слез. Жаль, это был такой лихой малый. То есть, вы знаете, абсолютно на турку не походите. И вот так, если посмотреть на него, все прям, все, 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 все. Как есть человек. Господа, много я испытал. Ну понятно. Березов был сослан. Картошку там пытался акклематизировать. Не выросло. Но с другой стороны много повидал. Например, вот это вот. Например, вот это. Восход на берегах Ледовитого океана в одно и то же время. И восходит все влюблено. Вот так, вот так, вот так. И все. Все туда заходят. А там никто не спит. Все ловят тюлени. Вот это я желал бы знать, как тюлени мясцо. Но на вкус, на вкус. Оно приятное. Мылом отдает. Но мы его ели. Там летом 73 градуса мороз. А зимой, что там зимой? А дальше я там отморозил себе нос. Представляете? Восморкался. Смотрю. Нос в руке. Ну, не расширялся. Взял теплую тюленью маслясов. Помазал между глаз. Нос приставил. А ртом делаю так. Слушай. Валай. Ну, отвечай прямо. Не ути. Ты. Женак. Эй! Женак. У меня восемь дочерей, друзья мои. Ну, как за счет твоей шумств, вы полагаете? Это вот. Хорошо, хорошо. Качаем в двух словах. Да. Тыща. О! Позвольте. Тысяча рублей балалайка. Позвольте. Что? Мы что, и по Парамоновскому делу? Да. Да. Балалайка. Да мне вам, Тимофеевич, при всех, без на всякому сто тысяч на дону. Ну, ладно. Ну, балалайка. Ну, что ты в самом деле? Ну, родной ты мой. Ну, то была одна цена, а теперь другая. Понимаешь? Тогда охотников не было. А теперь все холостые, беспрепятственные. Ими хоть пруд пруди. Ну, понимаешь, нам интереснее, чтобы твои женства были. Понимаешь? На роман похожие. Не могу, друзья. Не могу. А вот ты можешь? Коллеги проходу не дадут. Да переслать. Да переслать. Да переслать. Тысяча рублей. Да ты еще. Ну, что тебе нужно так? Тысяча рублей. Тысяча рублей не надо, подожди. Ну, что? Позвольте мне, я за пятьсот. Господи. Согласен. Согласен. Не вам, не маня. Не вам, не маня. Не маня, маня. Нахиньте шестьсот на судьях. Ну, нет. Нет. Адвоката суда боимся. Все. Вы договорились. Где шампанское? Я обмываю ее в договор. Шампанского. 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 Оп. Кто будет шафиром, друзья мои? Ну, кто? Ну, я иглу. А меня кем пристроить? Я люблю. По сожженному отцу. По сожженному. Десять рублей присылок. Присылок купием. Присылок купием. Присылок купием. Присылок купием. Присылок купием. Рюмка водки есть. Тарелка щей найдется. Пьем со здоровьем. Ура! За дружбу! Ура! Господа! Давайте заключим четверной союз. Присылок купием. Пусть! Мы вернулись от Балалайкина уже втроем. И при том в самом лучшем расположении духа. Мысли, что ежели подвиг благонамеренности еще не вполне нами совершен, то мы находимся на прямом и верном пути к нему, наполнял наши сердца восхищение. А знаменательно, знаменательно, что раз человек вступил на стезю благонамеренности, он становится деятельным, как бес. Мы были полны жажды деятельности и, оставив дома очищенного, отправились к штучке парамоновской, к фаинушке, дабы убедиться, что и невеста тоже подготовлена к перемене своей судьбы. От созерцательного выжидания мы решительно приступили к действию и остановить нас не могла уже. Никакая сила! Прошу вас, господа, проходите, не стесняйтесь. Фарина Ягорна сейчас пожалует. Извините, пожалуйста. Ануфрий Петрович. Отнюдь. Рекомендуюсь. Полкан Самсоныч Редедя. Странсующий полководец. Жилет и фаворит Фаины Ягорны. И фаворит? И фаворит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, велики и многообразные обязанности ваши. И приятные добавки. В кассе метродотеля занимаю нижний этаж. А Ануфрий Петрович, это благодетель наш. Анафрий Петрович, это благодетельно. Фаина Ягорна? Да. К ней. Простите. А Фаина Ягорна, она скоро будет? Да. Вот-вот. За покупками поехала. Значит, скоро явится. Кто? Фаина Ягорна. Ну да, вот-вот. За покупками поехала. Хорошо, папа. Ну да, садись. Спасибо. А что скажите, инстинкт полководца не тянет в сражение? Ну, тянет. Тянет. Но сейчас два года перемирия себе положил. Два года отдыхаю. Понятно. Ну, сейчас много предложений имею. Ну, выбираю. А вот кого нет, как нет, это полководцев. Нет, нет и нет. Ну, как же так? Ну, нет. И не только у нас. Нигде нет. И не будет. Ну, как же так, Павел Павлович, если есть потребность в полководцах, значит, должны же отыскаться и средства для удовлетворения этой потребности. А средства есть. Учредите международную корпорацию странствующих полководцев. И все. Нет, огранисти число, человек пять, шесть, не больше. Но чтоб всегда были гостя. Ну, кто же в эту корпорацию назначать будет? И кого назначать? Охотники найдутся, Сашин. Уж кто чувствует в себе эту силищу, тот ведь и зевать не будет. Сам придет и сам себе и объявит. Вы к Фаине Егоровне? Да, мы к ней, к ней. Я что? Ну, да. Ну, да. К ней? Скажите. Эй! А что, Фаина Егоровна? Скоро будет? Кто? Фаина Егоровна. Ну, у меня такое ощущение, что на этот вопрос я уже отвечал. Вот-вот! За покупками поехал. Фаина Егоровна. Вот-вот. Понятно. Садись. Спасибо. Малкан. Ну, да. Самсоныч. Ну, да. Скажите, а вот самому-то вам приходилось когда-нибудь в чужих странах воевать? Меня? Так. Мне не едины же. Ну, и что, выгодно это? Ну, как вам мне сказать, вот когда я возвращался из Эфиопии в Зулучьевну, то одних прогонов и суточных на сто тысяч верст вперед и взад получил. Да. А Эфиопский царь, а монастер он... Из Аиды, что ли? А? Из оперы Аида? Да? Ну, да, из нее, да. Перед тем, как в сполон попасть, ордена, аллигаторы на меня вот заложили. Вот. Ой, эй, эй, вот. Что? Ой. Здесь еще. Нет. Ой. Это... И гостей тут принимаешь. Нет. Чтобы мои глаза вас больше всех не видели. Нет, это... Мало того, что один. Весь нижний этаж занимаешь. Еще и ко мне лезешь. Ишь ты. Если сегодня же... Не съедете. Самому Ануфрию Петровичу, пожалуй. Нет, нет, нет. Квартира твоя мне нужна. Моя эта квартира не твоя. Батушка, Ваина Ягорновна, вы меня сами от купца Полякова переманили. Так я дура была. Нет, нет. Дура была. Потому что думала, если ты полководец, так ты и мужчина стоящий. А ты полководец. Давай-ка, живо, корабе по шее езжай. Чтобы завтра, как солнце встанет, следа твоего тут не было. Простите. Простите. Разрешите нам представиться. Мы от жениха вашего, адвоката Балалайкина. Он просил передать вам вот это в знак своего безмерного почтения. Так вы ко мне, господа? Да. Ну так что же вы сразу-то не сказали. Бонжур. Пардон. Сильвупле. Спасибо. Жевупри. Так вы уж познакомились с полканцом Сонкиным? Да, имели честь. Верно. Жаль расставаться, а приходится. Заждаться меня, араби. Матушка Фаина Ягоревна, дозволен на свадебке отгулять, а? А там уже и кораби уже. Да уж, ладно уж. Ну, вас, слушай, отстаньте от меня. Ну, извините. Нам надо жениха обрадовать, а в полном вашем согласии сообщить и некоторое распоряжение по свадьбе сделать. Как жаль, что вы так торопитесь, господа. Может быть, это... Манжевуле. Да, запустить не желаете? Давайте, господа, все вместе сейчас. Манжевуле. У Фаины Ягорны такой балычок. Селедочка. Извините, в следующий раз не можем. Не можем. Так я жду вас на свадьбу, господа. А вы за столом подле меня сядете. Кто, я? Вы. За честь почтем. Почтем. Какой милый, молодой человек. И какой смешной. Какой смешной. Фу. Призвоюсь. Не ожидал я, что штучка парамоновская так хороша собой. Я, когда у нее в передней поглядел на себя в зеркало, я увидел, что у меня губы сами собой сложились с сердечком. Приятнейшие вещи встречаются на стезе благоверенности. И как-то интересно совершать разнообразные акты, с которыми связано безопасное плавание по Житейскому морю. КОНЕЦ Меха-то все нет. Скандал. Ануфрий Петрович, господа. Где? Ну, благодетель наш. Ануфрий Петрович. Ануфрий Петрович. Сиди тут, папаша, и не скучай. А я на тебя, на голубка своего, смотреть буду. Однако, где ж жених-то? Не извольте беспокоиться, Ануфрий Петрович, сейчас явится. Ох, голод, голодет. А вот, рекомендую, Ануфрий Петрович, сотрудники наши. Люди, из дворян. Были заблудшие, а теперь вот полезными гражданами сделались. Где же это вы заблудились там? Да нельзя сказать, чтобы в хорошем месте такую, знаете ли, чепуху городили, что и вспомнят-то совестно. А сейчас так поправились, как, дай бог, всякому. И хоть сейчас на любую стезю готовы. А какой они здесь, Ануфрий Петрович, в видах благопристойностей в штуку придумали? Чтобы при каждой квартире беспременно два ключа иметь. И чтоб один из них хранился в квартале. Чтоб, значит, во всякое время пришел гость. Что надо, навзял и ушел. Ладно, позвольте. А ежели, к примеру, действие происходит ночью? А так что, что ночью? Обыватель проснется, докажет свою благопристойность и уснет. Еще как уснет-то, ты еще раз слаще прежний. А так и где жених-то? Заортачился? Не извольте беспокоиться, Ануфрий Петрович. Молодкин за ним поехал. Ох, голуби, голуби, такую невесту ждать заставляю. Ну, балалайкин не подведет. Да, не подведет балалайкин. Нет, нет. Не подведет балалайкин. Ну, недаром у него на родовом дивизии написано. Просковье мне тетка, а правда мне мать. Адвокатская практика его задержала. Какая же практика в день свадьбы? Ох, уж эти облакаты. Иван Тимофеевич. Мерзавец-то не едет. Кто? Кто? Балалайкин? Приехал я. Он сидит. В перчатках, во фраке, в белом галстке. Ну, вот хоть сейчас под венец. Как? Деньги, говорит. Отдал я ему 200 рублей. Он пересчитал. Положил в ящик. Щелкнул замком. Остальные, говорит, 800. Я туда-сюда, он слышит, ничего не хочет. Галстук снял. А ежели, говорит, через полчаса, остальные деньги на столе не будут, так и вовсе, говорит, разденусь. В баню, говорит, уеду. Голубчик, ты пригрозил бы ему, при данной этой власти, места не столь отдаленные. Говорил, не действует. Вот ведь скавернавец какой. А тут, между тем, расходы, кушанье сколько наготовили. По саженным отцам по четвертной заплатили. Заплатить для очищенного отбли. Друзья! Друзья! Ты что же смотреть-то на него, ну, не вижу. Ну, из вас кто-нибудь. Ну, раз, два, три, господи, благослови. Ягодка ты, ягодка ты. Ох. Иван Тимофеевич, ну, не дело ты, говоришь. Во-первых, балалайке уже 200 рублей вперед задано. Во-вторых, у нас заранее так условно, чтобы непременно к вылежонству быть. Да. А в-третьих, я сейчас за ним поеду. Я не буду, если через 20 минут я его сюда на трензель не приведу. Сбоку. Сбоку. Ах, 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 извините. Сбоку, ах, 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 смотри, что мне невеста вручила. А что это? Фантик от конфетки. Любовь сладка всему научит, Коль кровь кипит, а сердце пучит. Напрасно будем мастеречься, Мы прелестями должны увлечься. Ну, а может, я в самом деле жениться, а? Жениться? Да. Нет, отпускай, балалайкин женится. Нет, а у меня тут... Другие планы. Господа, я за женихом. А вы, что там стоите? К нам идите. Вы. Вот это вот приятель ваш? Приятель. Какой он смешной. Да что уж так-то. Я давеч ему всего два слова сказала, А он уж и размяк. Глаза зажмурил, чуть не свалился. Хоть бы людей постыдился. Ох, голубь, голубь. Ох, голубь. У нас-то уж, полкан Самсоныч, Сегодня к фараонам уезжает. Как сегодня? Сегодня. Вот отпразднуем свадьбу, И все вместе провожать его поедем. Не жалко вам его, а? Ой, да ну его. Засыпает больно часто. Надоел. А вам, значит, нужно... А мне ничего не нужно. А вот приятелю вашему скажите, Чтоб он на свадьбе за столом подле меня сел. Я хочу ему на ушко одно словцо. Господа! Да что ж мы так-то сидим? Водочки милости просим. Закусить, чем Бог послал. Не взыщите. Стало быть, полководец В походу езжали. Да. Кораби баше. Значит, что квартирка его освобождается. Вот как бы мне ее, а? Отдана. По иной горы. Останьте от меня. Так вы уж познакомились, господа? Вот это вот наш посаженный отец, Перекусихин первый. А вот это вот, Перекусихин второй. Тоже отец посаженный. Останьте от меня. По иной горы. Полкан Сапсоныч, фараон. Да, кораби пошел. Вот как бы мне полководцу квартирку. Отдана. Кому? Вот это до вас уж совершенно не касается. По иной горы. Ну неужели же никакой надежды? Ну никакой. Отстаньте от меня. По иной горы. Отстаньте от меня. Так нынче ягода дешева. Так дешева. Кому вредно. И те едят. Ох, голуби, голуби. Рекомендую балык с ним. В первоначальном виде в низовьях Дона плавал. А сейчас мы им закусывать будем. Только у Фаины Ягорной можно встретиться с подобным сюжетом. А что в этой Зулуси? Да. Как мы едят. И что свое? Они свое. Они от сетрики не едят. У них змеи, скорпионы. И летучие мыши. Первые лакомства. А что в этой Зулуси? Вот финансы есть? Настоящих нет. Вроде финансы. Волгодубы. Да, что город-то, но... Что деревня, то обычный. Вот ведь какую легость придумали. Однако, где жених-то? Сейчас явится оно про Петрович. Да вот он. Вот он. А вот и жених явился. Простите, я задержался. У меня адвокатская практика. Да чего там ты теперь себя правдал? Садись! Позвольте мне, как редактору красы Демедрона, провозгласить первый тост в честь жениха и невесты. Ура! Ура! Глум. У нас же тебя на место редей не против. В его квартирке жить будем. А ты, друг мой дорогой, ты при данных обстоятельствах как бы поступил? Ведь ты поступаешь на содержание к содержанке. Подумай, глумив. Нет, брат. Это ты пораскинь мозгами. Квартирка с отоплением, пироги, закуски. Да и сама хозяйка вон. А там, глядишь, и сам папаша Парамонов в долю по банковским операциям возьмёт. Нет. Друг мой дорогой. От этого не отказывается. А я как же? Меня, значит, бросаешь? И это по дружбе? Ты дезертир. Нет. Нет. Что же это такое? Оба мы одновременно перепоясались на один и тот же подвиг. И вот я стою в самом начале пути. А он, глумив. Не только дошёл до конца, но даже квартирку получил с отоплением. И всё это досталось не мне, интеллигентному, добросовестному человеку, а ему, лишённому и чести, и совести. Свинство какое-то. Поступив на содержание к содержанке, он упразднил все промежуточные подробности. Да теперь он хоть Маратом сделается. Всё равно Иван Тимофеевич скажет, не может этого быть. За здоровье молодых! Ура! Ура! За здоровье Арубрия Петровича! Ура! Здоровье, жениха и генесуны! Дочь и денья! Горька! 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 Решившись вступить на стезю благонамеренностей, я иду прямо туда, куда никакие подозрения насчёт чистоты моих намерений за мной не последуют. а я... я должен весь путь мучительного оподления пройти от начала и по порядку. Я должен на каждый свой шаг представить доказательства и оправдательный документ. и всё это для того, чтобы в конце концов получить даже не усыновление, не... а только снисходить на брошенное разрешение. Живи! Где правда? Где справедливость? Что она? Наша жизнь! КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ